Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем делать домашнюю маску для роста волос с дрожжами и горчицей. Это одна, еще одна, наверное, из всесильных масок для активации роста и укрепления волос. Горчичные маски для роста волос в домашних условиях использовали еще наши мамы и бабушки. И сочетание дрожжей и горчицы это просто супер удваивают друг друга, так скажем, силу эти два ингредиента. Когда буду наносить, я вам подробнее расскажу, в чем именно эффективность горчицы, дрожжей, этого сочетания. А сейчас давайте с вами сделаем ее, приготовим. И что нам понадобится? Во-первых, горчица, сахар, дрожжи порошковые и теплая водичка. Нужно взять одну столовую ложку дрожжей, у меня такая ложечка с горочкой, и залить небольшим количеством теплой водички. То есть должна у нас получиться такая немножечко кашица по консистенции. Смотрите, это получается примерно 3 где-то ложки. Замешиваем. Сейчас все это будем хорошенько мы с вами перемешивать, но теперь добавим чайную ложку сахара. Далее мы добавляем одну столовую ложку горчичного порошка, все хорошенечко перемешиваем. Если вы увидите, что маска получается по консистенции слишком густой, то добавьте еще немного водички и все это хорошо перемешайте до однородной массы. Прежде чем наносить маску, я вам рекомендую сначала помыть волосы с помощью шампуня, подсушить немножечко полотенцем и затем уже на чистые волосы, втирая в корни, нанести данную маску. Если у вас есть шапочка для душа, то воспользоваться ею, если нет, то возьмите обычный пакет и чтобы был такой тепловой эффект, сверху потом еще дополнительно полотенцем хорошенько обмотайте волосы. 30-40 минут держите маску и затем ее смывайте. Можете смыть с помощью шампуня, я обычно смываю без шампуня, конечно волосы немножко путаются, тяжело их прочесать. Я на следующий день уже вымываю с помощью шампуня, я это делаю для того, чтобы эффект, ну я в это по крайней мере верю, чтобы эффект был лучше. И обратите внимание, температура воды должна быть не выше 40 градусов, когда вы будете смывать, иначе горчица начнет очень, во-первых, выделять токсичные вещества, во-вторых, будет она жечь. Если вдруг, когда нанесли маску, вы чувствуете просто нестерпимое жжение, а вообще я всегда рекомендую любые маски первоначально протестировать, нанести только на одну, допустим, прядь, и посмотреть, как будет чувствовать кожа головы, сильное жжение, терпимое, нетерпимое. У меня от этой маски просто сильный тепловой такой эффект, не более того, но у всех разная чувствительность, обратите на это, пожалуйста, внимание. И пока я наношу, я обещала рассказать вам, в чем же польза этой маски. Горчичный порошок, когда он попадает на кожу головы, он стимулирует кровообращение в капиллярах. Ускорение обменных процессов в клетках стимулирует рост волос. И насыщая эпидермис кислородами, питательными элементами, волосы приобретают блеск и здоровый вид, и плюс ко всему укрепляются. В сочетании с сухими дрожжами горчица действует на волосы эффективнее, потому что в дрожжах содержатся витамины группы В, которые активируют биохимические процессы в волосяных луковицах. Фолиевая кислота, она создает защитный эффект для кожи и волосяного покрова. Это тоже, она содержится в дрожжах. Аминокислоты витамин Е повышают упругость и эластичность волос, локонов, если так называть, то есть вообще прядочек наших, придает более ухоженный вид. Сахар, он усиливает вот это в сочетании с горчицей тепловой эффект. Можно использовать мед, тогда он будет обеспечивать клеточную структуру кожи и стержней волос необходимым питательным комплексом, также витаминов и минеральных веществ. Хочу обратить внимание, что в горчице я рассказывала в другом видео, где тоже использовали горчицу, о всех ее полезных свойствах. В ней также и минеральный комплекс хороший, и витамины содержатся. И помимо того, что благодаря своим жгучим и подсушивающим свойствам она улучшает кровообращение кожи головы, также для тех, у кого, ну кто страдает жирными корнями, вы только помыли волосы с утра, а вечером они у вас уже грязные, то стоит обратить внимание тоже на горчицу, потому что она поглощает избыток жира. И если у вас есть перхоть, тоже можно пользоваться ей. Множество существует рецептов, просто нужно быть аккуратным, чтобы все сделать правильно и ни в коем случае не пережечь кожу, как я вам уже говорила. Так что делайте сначала такое мини-тестирование, посмотрите, как кожа головы у вас будет реагировать. И ни в коем случае не терпите, если вы чувствуете, что сильно жжет. Вот смывайте теплой водичкой до 40 градусов и лучше, то есть не так, что, ой, раз сильно жжет, значит я подожду, хорошо работает. Нет, не терпите ни в коем случае, не получайте ожог. Я надеюсь, что эта маска вам понравилась, что вы ее попробуете, будете делать ее регулярно, но не переусердствуйте один-два раза от силы в неделю, когда стоит делать маски с горчицей для волос. И пусть у вас будут волосы здоровые, красивые, ни в коем случае не выпадают, густые. А мы с вами скоро будем делать новые классные рецепты. Тестирую я сейчас несколько интересных масок, я всем этим буду с вами делиться обязательно. Подписывайтесь на канал, если вдруг вы еще не подписаны. Поставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Увидимся совсем скоро. Пока-пока!